Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Роман Попов и вместе со мной на вахту заступили оператор Василий Тулепинских и водитель Прохор Осипов. В эту холодную осеннюю пятницу функции боевой машины дежурного по-прежнему выполняет Лифан Салана от компании Демидыч, что на Ким 75. Не откладывая в долгий ящик. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы во дворе дома 21 по улице Старцево. Бригада дежурного по городу была здесь в минувший понедельник. Я думаю, что вы прекрасно помните картинки настоящего джип-триала. По этим улочкам не мог пробраться даже вполне себе полноценный внедорожник. Сейчас здесь асфальт, стоят бордюры и вроде бы строители успели до первого снега. Но вот насколько качественно сделали работы, проверить можно будет только весной. Вот уже далеко не первый год жители дома номер 80 по улице Куйбышева каждый день просыпаются в 5.30 утра. Секрет загадки прост. В это время под их окнами проезжает первый трамвай. А состояние полотна такое, что больше напоминает стиральную доску. Причем жители обращались с письмами в администрацию. Чиновники отвечают отписками и говорят, нет денег. А звук от трамвая такой, что почище любого будильника. Да и вибрация, конечно, весьма неблагоприятно сказывается на состоянии дома. Вибрация по показаниям лаборатории, вызванной нами где-то год назад, превышается в два раза. По шуму и по вибрации. Допустимые нормы все. Вот уже пару дней, как в Перми лежит снег. И так и не думает таять. А по народному поверью, ровно через месяц после первого снега можно ждать устойчивый, полноценный снежный покров. Верит ли народным приметам? Спросим у специалистов. Средняя дата установления постоянного уже на зиму снежного покрова 2 ноября. Это для Перми. По северу раньше. А то есть, соответственно, вот еще совсем немножко, неделька и уже все, снег ляжет. Вот мы в ближайшие дни ждем снегопады довольно сильные. Если завтра еще преимущественно без осадков в Перми, но по территории края будут слабые снегопады, то 30-го числа снег, местами сильный, мокрый снег. Это приведет к тому, что будет снежный накат на дорогах. Нужно быть очень осторожным. 31-го числа у нас осадки ослабеют, но они тоже будут преимущественно в виде снега и мокрого снега. И температура воздуха у нас будет от 0 до минус 5 ночью и днем плюс 2, минус 3. Возможно, подтаивание снега у нас произойдет на следующей неделе где-то в середине. Там будет чуть-чуть потеплее и снежный покров начнет разрушаться. Продолжается конкурс на лучшую новость недели. И уже в понедельник победитель конкурса получит приз от салона «Молодоженов», что на шоссе «Космонавтов» 57. Ни на минуту не прекращает работу телефон справочной службы дежурной по городу 2630-300. Присылать свои сообщения вы можете и на сайт телекомпании «Рефей» www.refei.ru На этом прощается с вами бригада дежурного по городу. Удачи, счастья и хороших выходных желают вам Роман Попов, Василий Тулепинских и Прохор Осипов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok